Улица Воронина – место проходное, а значит доходное. Наверное, поэтому его облюбовали пенсионеры, торгующие урожаем с огородов и дарами леса. К ним с проверкой нагрянули сотрудники мэрии. По закону продавать здесь нельзя, а значит всех собравшихся нужно штрафовать. 5 тысяч рублей с физлица. Такие рейды проходят регулярно. С начала года оформлено более сотни протоколов. Власти считают, стихийные рынки не украшают внешний вид города и угрожают здоровью его граждан. Еще есть опасность. Когда торгуют молочной продукцией, яйцами, медом, были случаи отравления. В данном случае пожаловаться некому и не на что. Потому что чеков нет, контроля качества нет, ответственности нет. И надо иметь в виду, что эта торговля является незаконной. Она предусмотрена законодательством, что мы сейчас предупреждаем, выносим предложения, предписания, но в дальнейшем, видим, дойдет речь за конфискацией товара. Товары опасными не выглядят. Бабушки тоже на злоумышленников не похожи. Против запрета торговли выступают местные жители. Говорят, продавцам их продукции доверяют. Я знаю, что эта бабуля утром собралась за грибочками, а к вечерочку, к обеду она пришла и свежие грибочки, свежие ягодки. Не то, что на рынке, действительно, с дороги скуплены, да? А здесь я знаю. Одни те же. Это трудоголики. Вот знаете, когда были минусы? Вот прошлый год, да. Перекупщики были, с машинами приезжали, перекупали грибы. Грибов много было. Вот, перекупщики были. Вот, много было грибов. Вот, привезут, вот, продают здесь. И машин много было, когда вот грибок был, еще там вот. А сейчас ни одной машины нет, чтобы с машинами приехать. Вот только дни они вот с букетиками, с кучечками. Огурцы, зелень, ягоды. До конца дня товар не залеживается. Бабушки-бизнесмены считают, что их с насиженных мест прогоняют несправедливо. Для них продавать выращенное своими руками порой единственная возможность выжить. Пенсии у меня 13 тысяч. А насчет прибавки это все временные. То есть я пришла вот сейчас и завтра уже не приду. Это вредно или это противозаконно, или это что это такое? Я не знаю. Власти моральную составляющую признают. Говорят, чаще предупреждают, штрафуют изредка. Бабушкам предлагают вариант для торговли. Места под навесами выделены на мини-ярмарках на улице Хлебникова, на станционной и центральном рынке. Все бесплатно. Контроль качества ежедневно осуществляет специалист ветстанции. Но пенсионерки не идут. Говорят, невыгодно. Всю жизнь, ну все время они стоят на Варнино. И с момента действия нашего объекта с 2012 года, периодически мы ходим туда лично и приглашаем их сюда. На что они нам всегда отказывают. Объясняют то, что неудобно. Поток людей маленький. Хотя наш рынок действует уже довольно давно, с 2012 года. Между тем, торговать даже на рынках бабушкам осталось недолго. Президент Путин подписал так называемый дачный закон, по которому запрещается продажа продукции с собственного подворья без оформления ИП. Вряд ли кто-то из этих пенсионерок выправит документы, как индивидуальный предприниматель, чтобы торговать огурцами и чесноком с грядки. А значит, доп. источник доходов для этой категории граждан исчезнет. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.